Наверное, каждому знакомо состояние, когда все удается, все идет как по маслу. Вы чувствуете прилив сил, духовный подъем, необычайную легкость, как будто вас подхватывает мощный поток и все происходит так, как вы и мечтали. Неважно, чем вы занимаетесь. Работаете над сложным проектом, пишете стихи, строите дом, играете на музыкальном инструменте. Главное, чтобы вы были полностью вовлечены в процесс. Это и есть ощущение потока. ОСОЗНАНИЕ Его отличает состояние максимальной концентрации, включенности. Все чувства обострены, отсутствует рассинхрон между сознанием, интеллектом, эмоциями и телом. Вы не просто занимаетесь каким-либо делом, вы практически становитесь его частью. В этом состоянии летчик ощущает себя единым целым самолетом, музыкант полностью погружается в океан звуков, резчик понимает язык дерева, которое само подсказывает ему форму. И все это дарит непередаваемые эмоции. Причем самые яркие возникают даже не от результата действия, а от самого процесса. Так ученый может быть полностью вовлеченным в решение сложной задачи, не спать, не есть сутками, не замечать времени, а получив долгожданный результат, испытать лишь спокойное удовлетворение от хорошо выполненной задачи. Состояние потока не только дарит ощущение счастья и радости, оно нередко спасает жизнь, ведь именно в этом состоянии принимаются безошибочно верные решения. Сегодня, наверное, мало кто помнит полет советского космического корабля «Союз-33», стартовавшего в апреле 1979 года. Корабль должен был состыковаться со станцией «Салют-6», но в последний момент возникли сбои в работе основного двигателя. Космический аппарат начал вращаться, что могло повредить единственный запасной двигатель, и это лишало космонавтов надежды вернуться домой. Запас кислорода был рассчитан только на пять суток. Ситуация критическая, и Николай Рукавишников принимает единственно верное решение. Он включает резервный двигатель и совершает почти невозможное. В аварийном режиме вручную запускает вращающийся корабль в нужном направлении, хотя и по очень крутой траектории. Космонавты испытывали огромные перегрузки, но все благополучно приземлились. Рассчитать точную траекторию корабля в этот момент было практически невозможно. Верное решение пришло именно в состоянии потока. Входя в потоковое состояние, у человека обостряется восприятие, обостряется чуткость, и даже могут обостриться реакция и точность движения. Почему это происходит? Дело в том, что у каждого человека есть эти характеристики внутри. Поток – это особое состояние, которое позволяет на время человеку стать лучше, чем он есть вне потокового состояния. Несмотря на то, что состояние потока проявляется в течение какого-то определенного времени, оно играет важную роль для саморазвития человека, поскольку демонстрирует нам наш потенциал, дает возможность поверить в себя, в свои силы, а значит, еще больше совершенствоваться. Очень часто результат, достигнутый в состоянии потока через время, становится для нас обычным, и это побуждает нас повышать планку, ставить для себя еще более сложные задачи. Это тот случай, когда количество переходит в качество. Приведем простой пример. Каждый из нас пережил состояние потока, обучаясь чтению. Сначала мы с трудом соединяли буквы, читали по слогам, едва успевая воспринимать смыслы. Но если нам в руки попадала интересная книга, чтение очень быстро превращалось в захватывающий процесс. Мы уже не задумывались, как соединить все эти буквы в слова, предложения, смыслы и образы. Это происходило само собой. В результате к окончанию интересной истории большинство уже умело бегло читать. Хорошо освоенный процесс чтения, в свою очередь, дает нам возможность погрузиться в новые состояния потока, например, усвоение какой-либо сложной информации. Дельтапланирист, парящий в восходящих потоках. Конструктор, создающий новую модель. Архитектор, решающий сложную задачу. Хирург, виртуозно проводящий многочасовую операцию. Парашютист, сумевший за несколько секунд распутать стропы парашюта. И даже ребенок, впервые поймавший ощущение равновесия и проехавший первые 100 метров на велосипеде, это все состояние потока. Это состояние может проявиться в любой сфере деятельности, особенно в творческой. Есть два основных потока. Восходящий поток и нисходящий поток. Восходящий поток – это поток во многом действия, во многом ситуативной адаптации, встраивания в окружающий мир. Этот поток сопровождается, как правило, серьезными эмоциональными всплесками, переживаниями. То есть этот поток страстный, он горячий. И поэтому человек, находящийся на таком потоке, он, как правило, достаточно харизматичен, достаточно привлекателен, и при этом он адаптивен и ситуативно чувствует, как поступить. То есть этот поток больше связан с ситуацией и с возможностью встроиться в какую бы то ни была жизненную ситуацию. Очень часто восходящий поток включается в стрессовых ситуациях, особенно у женщин. Наверное, вы тоже можете вспомнить такие случаи из жизни, когда во время экстремальной или стрессовой ситуации к нам откуда ни возьмись приходят неожиданные и, что самое важное, верные решения. В первые секунды мы можем даже не представлять, как поступить в этой ситуации, как на нее реагировать. Но потом как будто что-то включается, и мы поступаем самым оптимальным образом. Принято считать, что в этих случаях срабатывает интуиция. Отчасти это так и есть, но чаще всего восходящий поток – это в гораздо большей степени инстинктивное проявление. Это всегда очень быстрая реакция, которая происходит здесь и сейчас. И в этом основная ее ценность. Когда человек находится в нисходящем потоке, у него состояние принципиально другое. Нисходящий поток – он несет человеку ясность, понимание происходящего, какие-то озарения. Человек может размышлять о вечности и бесконечности, могут открываться какие-то духовные, эзотерические системы знаний. Он может созерцать высшие миры, и у него может сложиться цельная картина восприятия. Вот это иногда еще называют магическим мышлением. Это и есть специфика, это и есть особенность именно нисходящего потока – резонанс двух полушарий. На восходящем потоке у человека может быть стремительное переключение режимов. То у него преобладает правое полушарие, то внезапно переключается на левое, а потом снова на правое. А вот в нисходящем потоке оба полушария активны одновременно, и они работают уже не переменно, переключаясь с одного на другое, а именно вместе. Взаимное усиление двух полушарий мозга. То есть в состоянии нисходящего потока нет конфликта между головой и сердцем, между интеллектом и чувствами. Именно в таком состоянии человек способен к максимально глубокому и цельному пониманию. Это особенно важно в наш век информационного бума, когда на людей выливаются реки непроверенной информации, навязываются уже готовые мнения, решения, выводы. Нисходящее потоковое состояние дает возможность не утонуть в этой мутной воде, сориентироваться в огромном количестве информации, в котором большинство людей чувствуют себя некомфортно, и воспринимать информацию объемно, целостно. Поскольку в этом процессе задействованы как левое, так и правое образное полушарие, то человек может усилить эмоциональную сферу не в ущерб критическому мышлению. Именно в таком состоянии у нас включается интуиция. Еще один важный момент. В нисходящем потоке человек может находиться часами и даже днями, проявляя усидчивость и уникальное терпение. Внешние эмоции почти не проявляются. Все чувства и переживания глубоко внутри, то есть увеличивается яркость внутреннего мира. Причем человек, погруженный в нисходящий поток, одинаково ярко и чувствует, и мыслит, что приводит к предельной ясности восприятия. Нисходящий поток всегда внутренний. Восходящий выплескивается наружу. Внешние ощущения при этом такие мощные, что человек может даже чувствовать жар, хотя на самом деле у него нет температуры. Его буквально распирает от эмоций. Он не может усидеть на месте. Ему необходимо действовать немедленно, иначе это состояние перегорит. В этом состоянии каждый человек пребывал хотя бы раз в своей жизни, а вообще является нормой, когда у человека оно периодически включается. Это состояние страстной дееспособности, где человек, где у него слова приходят сами, какие-то поступки приходят сами, решения рождаются сами, и он, не задумываясь, он идет ситуативно, у него включается этот поток, и он ситуативно импровизируя достигает больших поставленных целей. Это состояние является по сути механизмом, когда наши ангелы-хранители, ну или по-славянски говоря, леги-покровители, когда они включаются в активную работу. То есть в принципе моторикой человека и его психоэмоциональной сферой начинают управлять его покровители. Они как бы помогают человеку выйти сухим из воды в этой ситуации. То есть, как правило, при сильном покровительстве, когда в роду родовые связи не нарушены, или по крайней мере не сильно нарушены, когда силен род у человека, то в таком случае это состояние включается гораздо чаще и гораздо на более продолжительное время в гораздо более критических ситуациях, благодаря чему человек остается на плаву. Что может помешать нам войти в состояние потока? Прежде всего, излишний контроль. Например, когда человек очень боится совершить ошибку, страх блокирует возникновение потокового состояния. Могут нам также мешать наши жесткие установки и негативные эмоции. Представьте, что вы попали под дождь. Вы пытаетесь спрятаться под зонтиком, обходите лужи, испытывая раздражение от того, как неудобно идти, от того, что можете промочить обувь и одежду и будете выглядеть не лучшим образом. Но вот дождь усиливается. Зонтик уже не спасает. Вы промокли до нитки, в обуви хлюпает вода. И тут вдруг раздражение уходит. Вы расслабляетесь и радостно, как в детстве шлепаете по лужам, подставляя лицо дождю. Вы открыты и готовы ко всему, что с вами происходит. Вы в состоянии потока. Потоковое состояние доступно абсолютно каждому человеку. Другое дело, что потоков основных есть два. Когда мы наблюдаем ситуацию, где человек, например, не может войти в нисходящий поток, это говорит, как правило, о том, что это человек с преобладанием восходящего потока. Или наоборот, когда человек, у которого нет проблем с нисходящим потоком, вот у него могут быть проблемы, трудности с тем, чтобы войти в восходящий поток. Это ярко проявляется у оторванных от жизни философов. Я думаю, вы сталкивались с таким типажом, их достаточно много таких людей. Они глубокомысливные, они чуткие, они много чего понимают, но сталкиваясь с внештатной ситуацией, они теряются. И они не могут ничего сделать. Почему? Потому что нисходящий поток, он отвечает за понимание того, что нужно делать, а восходящий поток за применение этого. Нисходящий поток отвечает на вопрос «что?», восходящий поток отвечает на вопрос «как?». И получается, что в идеале, когда у человека сбалансированы оба потока, более того, со временем, когда у человека накапливается опыт применения, качественного применения, что одного, что второго потока, они могут удивительным образом ситуативно соединяться, когда у человека оба потока одинаково сильно включены одновременно. Это удивительное состояние, Но сначала необходимо освоить оба потоковых состояния, и восходящие, и нисходящие. Когда у человека проявляется только один из потоков, он может впасть в крайность. Получается два полюса. С одной стороны, оторванные от жизни философы, с другой – люди, постоянно попадающие в рискованные ситуации. Со временем это подтачивает их энергетические ресурсы и здоровье, к тому же ими легко манипулировать. Выход в том, чтобы привнести в свою жизнь хотя бы часть второго потока. То есть философам нужно хотя бы на время выбраться из своей раковины, открыться миру, и возможным риском это избавит их от рутины. Это можно сделать, используя стрессовые ситуации, которых сегодня более чем достаточно. Нужно просто волевым усилием открыться этой ситуации, как в нашем примере с дождем, и тогда восходящий поток включится сам. Тем же, у кого преобладает восходящий поток, нужно научиться входить в состояние нисходящего потока. Как именно можно входить в нисходящий поток? Нисходящий поток требует определенной настройки. Эта настройка подразумевает небольшое замедление мозговой активности, успокоение, усиление волевым усилием, увеличение общего позитивного настроя и благожелательности, размышления о высоком, погружение в высокие материи, возможно, визуализация каких-то божественных образов, например, божественного света или каких-то чуров, икон. И вот когда человек созерцает божественные образы на внутреннем экране и еще при этом подкрепляет это молитвенной практикой, например, или гимнами, обращениями, или мантрами, то, как правило, он автоматически включается уже в нисходящий поток, он активирует его в себе. Поэтому зачастую все то, что сегодня названо емким понятием духовной практики, активирует нисходящий поток. Осознание – это одно из ключевых понятий любого потока. То есть человек не барахтается безвольно в потоке, его сознание должно всегда оставаться ясным. Именно это – отличительное свойство потока. Даже экстремальные состояния всегда должны быть под контролем. Считается, что лезть на скалу в состоянии потока безопаснее, чем в рассеянном состоянии пересекать чистое поле. Вам знакомы такие ощущения, как неуверенность, раздражение, сомнения в результате, когда речь заходит о выполнении дела, которое вам не по душе. Около половины ежедневных дел мы выполняем с ощутимым трудом. Вспомните и другую ситуацию, когда вы творите без устали, не думая о трудностях и сложностях. Просто как волна проходите от начала до результата. Это называется состояние потока. Меня зовут Андрей Ивашко, я исследователь и преподаватель ведической культуры. Я приглашаю вас на свой открытый онлайн-урок «Как войти в состояние потока за несколько минут», где я расскажу вам, как вызвать это состояние. И решать самые сложные задачи легко, быстро, а главное – с удовольствием. Регистрируйтесь по кнопке «Записаться» и до встречи в эфире. В последнее время YouTube откровенно борется с распространением нашей культуры и знаний наших предков. И несмотря на постоянный рост подписчиков нашего канала, нашим выпускам все сложнее пробиваться к вам среди пелены информационной грязи, которая сегодня в достатке. Если вы дышите с нами одним духом, поддерживайте наше развитие, проверяйте подписку на наш канал, включайте колокольчик, делитесь нашими выпусками, подписывайтесь на нас в других наших соцсетях. Мы оставим все ссылки в описании и будем надеяться на вашу поддержку. Вместе мы – Возрождение и, конечно, Осознание.